Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал на Бусти и Патреон. Можешь умело балансировать и заполучить хорошую репутацию как в преступном мире, так и среди мирного населения. Короче, здесь ты можешь попробовать всё. Заходи на 14-й сервер, вводи мой ник при регистрации, а также промо-код большими буквами, и ты получишь денежный бонус для более лёгкого старта игры. Переходи на сайт Radmir.rp по ссылке в описании, или просто вбивай в Google Play или App Store название Hustle Online. Качай и вливайся в игру. Приветствую. На связи Александр Поляк. Игре, с которой начиналось моё знакомство с миром GTA, и которая впоследствии вдохновила меня начать вести этот канал, отмечает 20 лет. Конечно же, речь идёт про GTA San Andreas, выпущенную в свет 26 октября 2004 года. Я мог бы посвятить ей много различных слов, предаться старым воспоминаниям и проанализировать путь, проделанный за два десятка лет этой игрой и её обширным сообществом. Но частично что-то похожее я выпускал на 15-летие San Andreas, а что-то мы ещё обязательно успеем обсудить в будущем. В общем, к этому знаменательному юбилею я решил приурочить рассказ о невероятно крутой вещи, которая оставалась в тени на протяжении всех этих 20 лет. И прежде чем мы начнём, выражаю большую благодарность Лене за то, что поделилась этой находкой. Каждый игрок хотя бы раз слышал о таком мифе, как призрак матери Сиджея. Это старая и явно неправдивая легенда, которая в своё время породила множество спекуляций, особенно благодаря тому, что в игре можно найти NPC с внешностью Беверли Джонсон. В качестве наследия от этого мифа нам достались модификации, добавляющие в дом на Гроу-стрит призрак той женщины. Но что если на самом деле всё это время мать главного героя действительно существовала в игре, только не в таком очевидном виде, как мы себе представляем? Да, это не шутка, и сейчас мы подробно разберём ту самую прохожую, главная тайна которой заключается вовсе не во внешности. Но давайте обо всём по порядку. Начнём с того, что это вообще за персонаж и где его можно найти. Во файлах игры она именуется как Bufori. Это аббревиатура, в которой разработчики прописывают классификацию NPC. В данном случае это переводится как «темнокожий», «женский», «старый», «богатый». Соответственно, в игре она встречается в богатых районах, например, на западе Лос-Сантоса, в городке Бейсайд, а также в разных районах Лас-Вентуроса. Как уже было сказано, это тот же самый скин, который был использован разработчиками в качестве внешности матери главного героя, о чём мы узнаём буквально в самом начале игры в доме Джонсонов, когда нам показывают фотографию Беверли. В целом, это вполне обычная практика для GTA. Например, эта прохожая из богатых районов представлена в одной из миссий, как девушка с Вита. А вот этот обычный NPC в одном из заданий с Каталиной появляется в качестве мужчины по имени Витакир, у которого можно брать миссии по грузоперевозкам. То есть, по сути, использование у разных персонажей одинаковой модели и текстуры не является чем-то особенным, а чаще всего это говорит о том, что разработчики просто решили не тратить время на создание уникального скина. И в случае с Беверли Джонсон, на первый взгляд, всё выглядит точно так же. Есть фотография мамы, а есть просто случайная женщина с таким же обликом. Но если внешность — это не самая главная деталь, в чём же тогда весь секрет, спросите вы? Ответ не так уж сложен, ведь самое интересное скрывается в словах, которые можно услышать от этого NPC. Прежде всего, она очень часто в адрес СиДжея использует слово «сынок». И да, если вы подумали, что это может быть обычное обращение старшего человека к младшему, который годится ему в сыновья, то это совершенно разумная мысль. Но это важный момент, с которого следует начать разбор реплик этого NPC, чтобы постичь всю пасхалку. Итак, вот что она может сказать, когда просто проходит по улице и обращает внимание на одежду главного героя. А вот реакция на упитанного СиДжея. И фразы во время миссии такси. Она действительно довольно часто называет Карла сыном, и что также любопытно, другим прохожим это не свойственно, а если что-то похожее и встречается, то явно не в таком количестве. Вспомнить можно разве что парикмахера старого Риса, который тоже не прочь обратиться к СиДжею словом «сынок». Но, как известно, этот человек – старый знакомый семьи Джонсонов, и очевидно, что в силу этих связей и, конечно, возраста, он может обратиться к главному герою как к близкому, можно сказать, родному человеку. Но можно ли то же самое сказать насчёт случайной прохожей с внешностью Беверли? Разумеется, нет, и мы продолжаем разбор этой загадки. Эта женщина нередко упоминает о своей деятельности, а если точнее, она работает с волосами, причём занимается как прическами, так и лечением волос, и имеет даже свой весьма прибыльный салон красоты. Два типа волосы – хорошая и плохая. Нет болезни, я не могу лечить. Ты знаешь, что тяплые волосы вызывают алопея? Пойдёмте и оставьте своё волосы, тогда. Ты просто снабил был миллионерный салон красоты. Я делаю большие вещи в облицах. Твоё волосы – это прекрасно! Скажи твоё девушку друзьям о моём салоне здесь. Моё салон делает хорошие деньги! На первый взгляд, это не имеет никакого отношения к Беверли, если бы не одна интересная деталь, которую иногда упоминает старый Рис. Отсюда мы узнаём, что Беверли, если и не была стилистом, хотя предположить такое можно, то уж точно была неравнодушна к этому делу, и, похоже, что-то в этом понимала. Но это не всё. Мать Карла Джонсона, вероятно, была добрым человеком, придерживающимся высоких моральных ценностей. Этот образ складывается, если сложить вместе различные упоминания о Беверли. Всё это во многом характеризует маму семейства Джонсонов и даёт понять, что она была порядочным человеком. Аналогично добродетельные качества и просто консервативные взгляды можно увидеть и в той прохожей, которая использует внешность Беверли. Нескольких своих детей Беверли растила без мужа. Похоже, то же самое можно сказать и про похожую на неё NPC, которая потеряла супруга, но имеет детей. А помните, как погибла Беверли? Это произошло в ходе стрельбы участников банды Баллас по дому Джонсонов на Гроу-стрит, что было показано в 20-минутном ролике The Introduction, выпущенном Rockstar дополнительно к игре. Это называется drive-by, то есть когда член банды стреляет по своей жертве из проезжающей мимо машины, а затем машина скрывается с места происшествия. Очень символичным выглядит то, что такой вид преступления, трагично связанный с Беверли, упоминает женщину с её внешностью, а также она говорит о неприязни к оружию. И, наконец, занятным выглядит то, что эта женщина образно называет себя мамой при обращении к СиДжею. Если сложить вместе всё, что мы сейчас узнали, получается, что женщина с внешностью матери СиДжея при общении с ним называет его сыном, а себя мамой. Занимается деятельностью близкой самой Беверли, имеет детей, которых растит без мужа, придерживается высоконравственных ценностей и в целом тоже выглядит положительным персонажем. И вдобавок упоминает злополучный драйвбай, от которого погибла мать главного героя. Отсюда вполне можно предположить, что перед нами тонко продуманная пасхалка, ведь разработчики не просто дали случайному NPC внешность Беверли Джонсон, а наполнили этого прохожего целым рядом аналогий, отсылающих к истории матери СиДжея. Подходя к этому более творчески, можно даже сказать, что это как будто мама Карла из параллельной вселенной, где она жива и у неё всё хорошо, она занимается любимым делом и помогает другим, прилично зарабатывает, имела любимого мужа, который хоть и умер, но не покинул семью, и от которого осталось двое любимых детей, по всей видимости, не связанных с криминалом. Удивительно, что такая интересная деталь, все 20 лет существования игры оставалась довольно неизвестной, и мы были рады поделиться этим в честь юбилея GTA San Andreas. Буду рад вашей отдаче под этим видео, и конечно подписки на канал, если хотите знать больше об играх GTA. На связи был Александр Поляк, до встречи!